Почему власти отнекиваются от второй волны мобилизации и боятся протестов? Ведь тех, кто не хотел, все свалили. Ну, во-первых, мобилизация, вторая волна, она, я думаю, будет. Потому что к ней она вынуждена, вынуждены мы будем проводить вторую, а может быть и третью волну. Чтобы победить, именно победить на Украине, нам необходимо будет поставить в строй еще там полмиллиона, условно говоря, солдат. Как минимум. И даже если желания победить не будет, все равно придется проводить еще частичные мобилизации. Они будут проводиться, я думаю, после Нового года, где-нибудь тоже как годовщине СВО. Когда окончательно, когда в Кремле окончательно поймут, что никакого договорничка не будет, но рано или поздно должны же это понять, то тогда еще проведут что-нибудь. Проблема ведь в том, что просто призвать под знамена людей, их же надо не просто даже одеть, обуть и вооружить, им надо, их надо обеспечить командирами. Их надо обеспечить размещением, их надо обеспечить питанием. Просто они, даже сейчас, даже часть мобилизованных во время прошлой мобилизации до сих пор этим толком не обеспечены. Это не значит, что они разуты, раздеты. Это значит, что они неорганизованы нормально. Не буду приводить факты, которые мне известны в этом отношении. Мне пишут каждый день об этом. Оттуда или оттуда, практически во всех соцсетях, в личке, и не только я получаю сообщения. Я их обычно не озвучиваю, даже когда просят, не озвучиваю. Но, условно говоря, то, что справились со всеми проблемами, как заявил, по-моему, сегодня наш фанерный маршал, это неправда. Еще с проблемами прошлой мобилизации частично не справились. И проводить новую массовую мобилизацию в ситуации, когда некому будет даже командовать ими, сначала кадрированные части надо собрать. Сначала, чтобы люди туда поступали, чтобы там были уже офицеры и унтер-офицеры, там сержантский состав, которые хотя бы их примут под команду, организуют. Они не будут там сжечь костры и пьянствовать, от нечего делать. Где нам будет налажено хотя бы предварительное обучение и сколачивание этих людей. Ну, вот когда это будут сформированы такие кадрированные части, тогда, по идее, надо проводить следующую волну мобилизации. Запасные батальоны, запасные роты при частях и соединениях, маршевые там и так далее. В этом проблема. Мало человека вызвать в военкомат, сунуть ему в нос повестку, даже мало его одеть, дать ему каску, форму и сунуть в руки автомат. От этого он солдатом еще не станет. От этого он станет вооруженным гражданским, не понимающим вообще, зачем его и куда его призвать. В этом это проблема. Как победить внешнего врага, когда внутри враги всячески мешают победе? Тоже уже говорил на этот счет. Уже говорил. Так, сейчас дальше. Начали ли оказывать мобилизованную и заметную помощь армии? Если нет, то почему? Уже давно начали. С самого начала боевых действий часть мобилизованных была направлена непосредственно в линейные части, в которых у нас оставались зачастую считанные люди. Когда в батальонах было, в российских, подчеркиваю, батальонах было по 20 человек, в основном офицеров и в основном товариков, то такие батальоны были небоеспособны. И в них влили мобилизованных, и не только в них. И за счет этого они как бы стали более боеспособными, и уже сражения вокруг Херсона уже участвовали мобилизованные, причем активно участвовали. За счет мобилизации удалось стабилизировать обстановку на фронте. До перелома еще как раком до Китая, извините. Для перелома необходимо еще создать серьезный перевес над врагом в силах и средствах. А стабилизировали, да, за счет мобилизации, конкретно. Часть людей, наиболее подготовленных, поступила на фронт сразу, часть несколько позже. Часть продолжает поступать. Значительная часть еще не задействована, находится в резерве. Именно потому, что армия не может их переварить. Та армия, которую построили Сердюков и Шойгу, не может переварить даже то количество мобилизованных, которые призвали в ходе первой волны. Хотя давно должна была. Вы считаете непопулярные действия высшего руководства результатом их глупости, а не умышленным и взаимнамеренным планом. А какая разница? Вот какая мне разница, действует ли, условно говоря, Герасимов, начальник генерального штаба, по указаниям разведцентра врага, или он просто кретит. Ну, результат одинаковый. Я уверен, что в руководстве и в военно-политическом руководстве страны есть агенты врага. Просто потому, что там очень много людей из 90-х. Когда американские советники сидели на старой площади в количестве нескольких десятков человек, граждане США, сотрудники ГАЗДЕПа, то есть фактически сотрудники американской разведки, сидели. Они чем здесь занимались? Естественно, что они вербовали себе агентов. И часть этих агентов наверняка и в администрации президента, и в правительстве, и в армии наверняка они есть. Везде они есть. Вполне возможно, что именно эти агенты выдвигали на должности откровенных кретинов. Но результат одинаковый. Есть, допустим, начальник генерального штаба. Моя рабочая версия, что он кретин. У кого-то может быть рабочая версия, что он агент врага. Его какая разница, его надо менять. Его действительно надо менять и судить за такое планирование своего. Военным трибуналам надо за это судить. Чтобы специальная военно-следственная комиссия определила, как же так замечательно спланировали операцию, что нас разбили в первый месяц проведения этой операции. Это я про деэскалацию говорю. И как же так мы на десятый месяц войны, такая великая военная держава, не смогли не только одолеть противника, но еще и отступаем. И уже эта следственная комиссия должна определить, просто он кретин. Или враг. А если кретин, то посмотреть, кто за ниточки дергал. Может быть, там враги сидят. Про мобилизацию сказал. Стоит ли бояться украинских кроватых ракет? Когда они появятся, стоит. Ударят по Москве? Как только вас сочут возможным, ударят. Можете не сомневаться. И теракты будут проводить.